Добрый вечер! Юлия Латынина, наконец снова в студии. Код доступа, как всегда, в это время по субботам 985-970-4545. И напоминаю, что нас можно смотреть на Латынина ТВ, где, кстати, уже скоро будут висеть ссылки на мою новую книжку и на YouTube Эхо Москвы. И, умоляю, не смотрите на всяких пиратских сайтах. И там же можно комментировать. Уже мы стали уставать от историй про Гайру. То про замечательную историю, как Петров и Баширов ехали полюбоваться наш пересыл Сбиряцкого собора. То, как они там неистоствовали в номере двухзвёздочной гостиницы с проституткой. То про 305 агентов Гайру, машины, которых были записаны на их суперсекретные, зарегистрированные на их суперсекретную часть. А база данных, которых это всё происходило, продаётся в интернете приблизительно, то есть не приблизительно, а за 2000 рублей. То есть это получается где-то по 8 евроцентов я посчитала за раскрытого агента. В общем, контрразведка никогда ещё не стоила так дёшево. И вот мы уже от всех этих историй стали уставать. Но Владимир Владимирович нам о них напомнил, потому что 5 ноября было празднество, годовщина организации, и Владимир Владимирович специально туда приехал. Правда, он, естественно, опоздал на 40 минут, как говорят злые языки. Но к кому он не опоздал на 40 минут? Это даже гораздо меньше, чем он опоздал к Андолизе Райс. То есть видно, что к Андолизу Райс Владимир Владимирович ценит гораздо ниже, чем разведку. Что вернёт старое название ГРУ, бренд, то есть тем самым дал понять, что он поддерживает разведчиков вот в этой свалившейся на них череде несчастей, связанных с публикацией их данных в интернете, связанных с приключениями Петрова и Баширова и связанных вообще с кознями этих западных людей и плохих журналистов, которые, не останавливаясь, издеваются над тем, во что превратился грозный аквариум. И надо сказать, это действительно же ведь позорно. Я как раз, знаете, я не являюсь демшизой. Я всегда рада поощрить государство, если оно делает правильно. Я вообще являюсь сторонником сильного государства. Для меня прежде всего позорно и унизительно вот эта шутовская череда событий, которые происходят с организацией, которая вот в романе Виктора Суворова аквариум внушала страх и ужас. На самом деле это стандартное для Путина решение. Он всегда поддерживает своих, когда они облажались. Собственно, это та аксиома, которую я повторяла много раз, что главное в системе не ошибка, главное в системе реакция на ошибку. Вот реакция Кремля всегда поддержать. И именно это, собственно, и приводит к тотальной некомпетентности и к тотальной недееспособности системы. Потому что я напоминаю, что первый раз это произошло в 99-м году с гексогеном, когда, кстати, если я не ошибаюсь, те же гайрушники, по-моему, это были именно гайрушники, они фсбшники, поехали с гексогеном, я не думаю, что это был сахар в Рязань, потому что по всей России взрывались дома, и они хотели положить этот сахар, вернее, положить этот гексоген, потом отыскать этот гексоген, и сказать, что вот, наконец-то мы предотвратили хотя бы один взрыв. Они облажались, потому что вся Россия стояла на ушах, их заметили, пришлось врать не краснее и рассказывать, что это типа были какие-то учения, а потом по всей России стали находить это поддельные закладки. И несмотря на всю чудовищные репутационные риски, потому что именно из этой истории родилась впоследствии утка о том, что это где Путин сам взрывал дома, несмотря на это, Путин взял тогда на себя эту историю, он не уволил тех идиотов, которые это сделали, и тем самым вот с самого 99-го года это пошла история. Внутри спецслужб стало понятно, что можно всё, и с тобой никогда ничего не сделают. Второй раз это произошло с Нордостом, когда погибло при штурме 130 человек, просто из-за того, что никто не взял на себя обязанность, никто не подумал, просто забыли. Сказать врачам, что вот они потравлены таким-то газом, вот столько-то надо противоядия, и вот должны они лежать не на спине, а на животе, чтобы у них не западали языки. Опять никого не уволили. Это произошло с Бесланом. Когда за Беслан никого не уволили, правда, там сложнее, потому что, видимо, в Беслане был действительно приказ начать штурм взрывом, начать штурм-приказ выстрелом из огнемёта, который попытался сбить взрывное устройство, и там много было чего. Это было и не обязательно со спецслужбами. Это было, например, в Карачаево-Черкесии, когда зять президента Аликаитов расстрелял на собственной даче 7 человек в центре города. И президента, естественно, после этого не сняли. Сняли спустя много-много месяцев и даже, кажется, лет. А между тем разъярённая толпа, предводительство моё, естественно, родственниками убитых, которые сами были, надо сказать, не сильно лучше зятя. Но из этого не следует, что надо их стрелять прямо в центре города из автоматов так, что весь город слышат. Так вот, когда толпа заняла Дом правительства и повыкидывала этого президента, он побежал и прыгал из окошек, тогда естественной реакцией нормальной системы, в том числе и авторитарной системы, в том числе и китайской, было бы снять этого чувака. Наша реакция системы наоборот. Если ошибка произошла, то любого человека, его совершившего, система отстаивает с фанатизмом, Кремль, Путин отстаивает с фанатизмом. Прекрасный тому пример закон Магнитского, потому что, ну извините, ну не Путин же крал эти 250 миллионов долларов, ну точнее там всего эта банда, которая крала из бюджета, она украла где-то 750, потому что, извините, если бы это был Путин и люди близкие к нему, у них есть другие способы вынуть деньги из бюджета. Им не нужно таких сложных способов. Но тем не менее, когда это произошло и вскрылось, вот на защиту этих людей встали стеной, кстати, мы имеем акт Магнитского и всё, что имеем. Более того, это мы видели то же самое после унизительной картины с, помните, Оливером Стоуном, когда Путин продемонстрировал Оливеру Стоуну видео, на котором и сказал, что вот, дескать, и это русские лётчики и гиловцев убивают. Оказалось, что это американские лётчики, американский вертолёт «Апач» в Афганистане. Никто не был снят. А ведь кто-то, Владимир Владимирович, это принёс. И это произошло после истории с Ил-20, только что на наших глазах, когда нашей ракетой был сбит наш же самолёт, и генералы, не зная, что соврать, сказали, да вот это вот евреи виноваты, они не вовремя пригнулись. Ну, просто как в анекдоте. Вовочка, да, ты чего окно камнем разбила? Это Визе виноват. Он гад, я в него как гадом камнем кинула, а он гад пригнулся. И мы видим, что за всем этим в нормальной стране следуют отставки, потому что если этих отставок не следует, то такое поведение поощряется, потому что система полностью приходит в негодность. Вот то самое государство, которое якобы встало с колен и которое якобы является сильным. Потому что это государство сожрает черви. Из этого государства трыха сыплется. Оно непрофессионально. Оно может только, к сожалению, воровать, а делать то, что должно делать любое государство, я уже не говорю, да, защищать свои граждане. Это делает демократическое государство. Но просто являться сильной дееспособной структурой это государство уже не является. И вот теперь мы видим, что очередной раз эта демонстративная поддержка Владимира Владимировича, она как переводится. Ребята, как бы вы ни напортачили, как бы вы ни опростоволосились, мы вас поддерживаем. И, конечно, это будет серьезным фактором в дальнейшей деградации государства, потому что, ну, осталось теперь Владимиру Владимировичу только в Росляково съездить, где затонул плавучий док, и там вручить премию товарищу Сечину за подъем отечественного судостроения. Я имею в виду вот саварию, которая случилась с плавучим доком на этой неделе. И, надо сказать, я очень удивлена, что никто так и не понял масштабов произошедшего и не рассказал, в чем дело. Значит, я покопалась, что я поняла, что я услышала. Ну, напомню, что вот этот плавучий док, который затонул, он один из крупнейших в мире. Он, надо сказать, построен шведами, не нами. Самое смешное, что в 80-х годах, во время разрядки. А длина 330 метров, ширина 67, чтобы было понятно, это ровно половинка Красной площади. А этот док принадлежит 82-му заводу Росляково, и он имел свою всегда отдельную подстанцию. То есть всегда, естественно, в советское время считалось, что в любой ситуации там должны быть отдельные генераторы, даже не потому, что что-то случится с берегом. Да вот там, может быть, на этом доке производится, в частности, выгрузка ядерного топлива. Представляете, что происходит, если в момент выгрузки ядерного топлива отказывает электроэнергия. Но постепенно эти резервные генераторы как-то умерли своей смертью. Все стало зависеть от берега. Теперь, соответственно, 82-й завод является частью корпорации господина Сечина, ОСК. И вот в сентябре этого года Кузнецов туда поставили на ремонт. Причем, обратите внимание, цитирую Алексея Рахманова, президента ОСК, «Работы по ремонту и модернизации корабля планировалось завершить к концу 2020 года». Это же действительно грандиозная история. Представьте себе размеры адмирала Кузнецова, который заводят вот в этот док в половину Красной площади. И действительно, он должен был там стоять полтора года. И вы спросите, а что же случилось, что его из ДОКа стали выводить? А вот что. В конце октября, вот я читаю новость от 25 октября, в Норвегии стартовали натовские учения «Трайден Джанча». Учения отрабатывали, знаете, так, на минуточку, вариант отражения агрессии некой восточной державы, которая напала на Норвегию. И в них участвовал впервые со времен Холодной войны ещё и Гарри Трумэн, авианосец американский. И вообще надо сказать, что вот эта вот история по отражению некого восточного соседа, она мне сразу напомнила, что, видимо, в Норвегии очень близко к сердцу приняли сериал, который называется «Оккупация». «Оккупирт», кажется, по-норвежски. Я вам рекомендую всем, кто его не смотрел. Я не уверена, что он есть в России на русском, но не поленитесь, отищите копию в интернете. Это один из самых прекрасных сериалов, который я смотрела за последние два года. Он основан на идее Джонни Эсба, и он был придуман после российско-грузинской войны. Я снимаю перед Джонни Эсба шляпу, потому что он начал запускаться в производство ещё до Донбасса. И это абсолютно гениальный механизм, описан там. Вот как Россия оккупирует Норвегию, но при этом всё время говорит, что она стремится только к миру и спокойствию, и стремится только к мирной кооперации. И вот это вот только вот норвежцы, разные норвежские террористы, которые протестуют против нашего мирного взаимодействия, этой мирному взаимодействию мешают. Это совершенно, и ещё раз, вот я не видела, чтобы на Западе так точно поняли механизм действий Кремля, хотя, естественно, по нынешним временам в этом сериале содержится совершенно неправдоподобное предположение, а именно, что Россия делает это с благословения Евросоюза, который пытается восстановить норвежские нефтяные и газовые месторождения, потому что в Норвегии к власти пришла зелёная партия, и, значит, все эти месторождения закрыла. Ну, так или иначе, я не знаю, сериал или не сериал. Кстати, я, извините, отвлекусь по поводу сериалов, потому что я думаю, что я не знаю, как насчёт того, чтобы мы действительно напугали Европу, но я знаю, что будет в результате наших действий. Не то, чтобы мы напугали Европу, но мы точно вдохновили голливудских киношников. Я вас уверяю, что в условиях, когда исламский терроризм является в Голливуде табуированной темой, ну, нехорошо, да, вот этих бедных мусульман, в ситуации, когда все остальные как-то иссякли, вот эта вот история с злодеяниями Кремля, она будет страшно востребована Голливудом, она уже была востребована, по-моему, в шестом сезоне сериала «Родина», она будет, несомненно, востребована в карточном домике и так далее, и так далее, и это будет даже гораздо серьезнее, чем любое сенатское расследование или спецпрокурор Мюллер, потому что сериалы смотрят все. Но, возвращаясь к сериалам, в Норвегии посмотрели вот этот самый свой собственный сериал, прониклись, он действительно очень хорошо сделан, в результате у них увеличилось количество морпехов, у них Минобороны Норвегии заключила США контракт на поставку 52-х многолесолевых самолетов, а F-35 на сумму 10 миллиардов, это самая дорогая оружейная сделка за всю историю государства, и вот теперь эти учения. И, конечно, последовал приказ срочно ответить, пусть там этот Гарри Трумин увидит, что у нас тоже есть авианосцы, и дали приказ срочно вытаскивать адмирала Кузнецова из дока, который, напоминаю, адмирал Кузнецов там должен был стоять еще год, а выходил он из дока ночью, накануне были первые серьезные снегопады в Мурманской области, а, как известно, у нас снегопад всегда является страшной погодной неожиданностью, непредсказуемой катастрофой, особенно на севере, власти мурманские и мурманские энергокомпании никак не ожидали такой подлости от природы, и, собственно, по мнению многих экспертов, вот я сошлюсь на заведующую кафедрой технологии металлов и ремонта как раз Мурманского государственного технологического университета Людмилу Баеву, а именно это и послужило причиной катастрофы, потому что когда там как корабль выводят из дока, этот док, грубо говоря, топит, а потом включаются насосы, откачивают воду, он всплывает, а корабль тем временем буксиру водит. Вот корабль стали топить, закачивать балластную воду, значит, док стал погружаться с креном, причем, видимо, да, то есть, судя по тому, что там краны попадали, причем, насколько я понимаю, в разную сторону, он тонул еще и с дифферентом, один кран упал на адмирал Кузнецов, пробил палубу и корпус, и Кузнецов теперь стоит на рейде вот с этой пробойной, с этим краном на палубе, ну, это на самом деле история серьезнее, чем, условно говоря, авария на космодроме, а потому что как все это поднимать, непонятно, водолазов нет, Северный флот, Шторма до весны, Курск поднимали, если помните, голландской компанией, я как-то не уверена, что сейчас голландская компания в связи с известным рейсом MH17 будет поднимать российский док, и вообще обратите внимание, что каждый раз, когда это случается ни с хромой лошадью, ни с Булгарией, когда главнокомандующий стучит кулаком по столу и говорит, всех срочно наказать виновных, и тут же арестовывают действительно владельца, и тут же этот владелец прощается со своим бизнесом, потому что его грабят под шумок, а каждый раз, когда это происходит в серьезной корпорации, помните, у Газпрома платформа затонула тоже при буксировке? Ничего, тише да гладь. И никто не спрашивает, ребята, как же такая грандиозная технологическая катастрофа произошла? Ну, хотя единственное, что можно сказать, что, конечно, мы этим доком напугали американцев на учениях в Норвегии. Я думаю, они сейчас там сидят и икают. 985-970-45-45 и, собственно, вот на этом фоне им нужно рассматривать недавнее заявление Владимира Владимировича про то, что россияне в случае ядерной войны как мученики попадут в рай, а их противники просто сдохнут. Потому что, как мы видим, аргументов не осталось. С одной стороны, Солсберецкие, с другой стороны, ну, вы представляете, вот реально, как страны НАТО, не российское телевидение оболваненное, не российский зритель, а как страны НАТО реагируют на вот эту историю с российской ракетой, которая поразила российский же самолет, и генералов, которые начинают рассказывать, что виноваты евреи. Как страны НАТО реагируют на эту историю, что стали выводить из ДОКа корабль, и оказалось, что ДОК в таком состоянии, либо это были перебои с электричеством, да, и отсутствие резервных генераторов, что сама по себе феерическая вещь, либо просто этот ДОК там весь заржавел, может быть, это даже было не только одно электричество виновата, но в любом случае ДОК затонул, Кузнецов хромой и побитый, без всякого вмешательства стран НАТО. Вы можете себе представить, как реагируют на это западные военные эксперты, и остаётся последний козырь, напомнить, что у нас есть ещё и ядерная дубинка. И, конечно, на Западе могут подозревать, что профессионализм людей, которые нажимают на эти ядерные кнопки, но он приблизительно такой же, как профессионализм людей, которые выводили из ДОКа адмирал Кузнецов. Но проверять, знаете, слишком высоки ставки. Вот я по этому поводу хочу молвать слово. Я считаю, что вероятность того, что Россия действительно применит ядерное оружие не на видео, как показывает Владимир Владимирович, а реально равна нулю, точно так же, как и вероятность обычной, конвенциональной войны с Западом, потому что не стоит недооценивать тот факт, что Кремль у нас специалист по гибридной войне, а не по настоящей. А гибридная война, это знаете, какое дело? Вот сейчас, конечно, принято на Западе пугать детей Кремлём и рассказывать, что гибридная война это такая страшная вещь, такой новый невиданный зверь, и вот как российские власти в нём сильны. Но я вам скажу печальную вещь, что гибридная война отличается от обычной тем, что её нельзя выиграть. То есть, что является выигрышем в обычной войне, мы хорошо знаем. Если это какая-нибудь античность и Средневековье, это город, который его ограбили, взяли там валов меднорогих, взяли там девственниц, золотишко взяли. Конечно, сейчас с золотишком и девственницей проблемы. В XX веке главный ваш выигрыш – это территория, это геополитика. А вопрос, а что является выигрышем в гибридной войне? И ответ заключается в том, что на самом деле ничего. Потому что во время всех гибридных войн, которые Россия вела за всё время правления Путина, она ничего не выиграла. Вот что мы выиграли в результате российско-грузинской войны? Ну да, Грузия потеряла. Грузия, в конце концов, грузинский избиратель не простил Саакашвили проигрыша в этой войне, Саакашвили потерял власть, и теперь Грузия мы видим в глубоком болоте. А что приобрела в результате войны Россия? Ноль. Или там, да, вот в Украине существует теперь такой Донецкий Хамас и Луганский Хамас. Что Россия приобрела в обмен? Ответ – ноль. Мы попытались вмешаться в американские выборы. Это вмешательство до сих пор используется демократами для легитимизации президента Трампа. Президент Трамп действительно потерял много, и потерял не только Дональд Трамп, потому что потеряла вся Америка вместе с ним. А что приобрела Россия? Санкции. То есть результат гибридной войны – это не то, что вам становится лучше, а то, что вашему противнику становится хуже. То есть это убить свою корову, чтобы у соседа сдохла коза. И почему Кремль, на мой взгляд, никогда не решится превратить гибридную войну в настоящую? По той простой причине, что в настоящей войне нельзя врать бесконечно. В настоящей войне победы и поражения реальны. Когда авиация союзников, допустим, утюжит Берлин, уже никакой Геббельс не может вам рассказать, что на самом деле страшно германцы побеждают. В этом смысле у меня есть любимая война. Это первая опиумная война, которую британцы вели против Китая. Силы в этой войне были несопоставимы, потому что у британцев было меньше 20 тысяч человек, у китайцев были больше 200 тысяч. И война эта делилась на три стадии. Вот её пытались вести исключительно с помощью вранья. Потому что во время первой стадии китайские, ну точнее маньчжурские военачальники, просто докладывали императору, как они бьют британцев десятками тысяч, а император писал на их докладах красными чернилами превосходно, просто превосходно. Ну там проводили конкурсы на лучшее стихотворение, на победу. Ну в общем всё как полагается. А потом началась вторая стадия, когда китайские, вернее опять же маньчжурские военачальники, потому что я напоминаю, что тогда Китаем правили маньчжуры, начали убивать китайское население, потому что его было проще убивать, чем британцев. А они говорили, вы знаете, это пятая колонна, которая мешает нам победить англичан. Начались дикие грабежи, началась дикая резня. Солдаты, конечно, поимели на этом вот то самое золотишко, но как-то вот это не способствовало уничтожению пятой колонны победы. И наконец начался третий этап. Его начал такой военачальник, которого звали Ян Фань. Он был назначен главнокомандующим в феврале 1841 года. Он взглянул в корень проблемы и задумался над вопросом, почему китайские пушки в цель попадают, не попадают, а британские попадают. И он предположил, что дело происходит с помощью колдовства. А против колдунов у китайцев всегда есть надежное средство, это женское мочо. Ян Фань велел по всему городу заготавливать горшки с женской мочой и предпринял уникальное наступление на форт британский, который находился на жемчужной реке в нескольких километрах от его позиций. Значит, они наступали на плотах, на плотах стояли горшки с мочой. После этого британские корабли дали залп. И что вы думаете, моча не помогла. То есть вот гибридная война, я хочу вам напомнить, это война мочой. Моча не помогает выигрывать настоящие сражения, даже если это моча Дмитрия Киселева. И вот главное при этом, не начать горонастоящую войну, потому что какова будет эта война, мы видим по шпилю Солсбирецкого собора и по истории с адмиралом Кузнецовым, который поехал из плавучего дока угрожать натовским учениям. Перерыв на новости. Добрый вечер. Опять Юлия Латынина. Эхо-код доступа. Смотрите нас на YouTube «Эхо Москвы» и смотрите нас на моем собственном YouTube «Латынина ТВ». Я договорю пару слов про гибридную войну и обращу ваше внимание, что в каждом конфликте, в который ввязывалась Россия, вне зависимости от того, там был Крым, это Донбасс, это была Грузия, всегда Кремль прощупал, можно ли провернуть дело без настоящей конвенциальной войны в полную силу, только потом шел вперед, и каждый раз, когда маячила реальная угроза столкновений, вспомните, как под дей разором в феврале 1918 года уничтожили американцы в прямом столкновении россиян и американцев в первом прямом за много десятилетий после Вьетнама около двухсот наемников Вагнера Россия немедленно отступала так же, как и несколько месяцев спустя, когда Трамп нанес удар по Асаду после применения последним химического оружия даже иногда делала вид, что нету никакого боя вообще и вот очень трудно себе представить, что страна, которая не заметила до и разора, решится на конфликт с применением ядерного оружия, потому что, я думаю, что Кремль раздирают две проблемы. Первое заключается в том, что обязательно Кремлю нужен второй Крым наш, он нужен по поводу того, что у президента падает рейтинг и он нужен по поводу того, что в 2024 году будет проблема, как остаться на очередной срок. Но при этом в Кремле понимают, что только гибридную войну можно выигрывать бесконечно, а вот настоящую войну, я думаю, что Владимир Владимирович очень хорошо усвоил уроки истории, он знает выражение маленькая победоносная война, он знает, кто его произнёс, что потом случилось и почему после этой войны 1905 года была революция, понимает, что война конвенциональная, вне зависимости от того, ядерная или не ядерная, будет проиграна, последствия этого проигрыша резко повышают, скажем так, вероятность революции или смены власти, и я думаю, что Кремль будет воевать в основном горшками с мочой и в основном с теми, кто по определению не сможет ему ответить войной. 985, 970, 45, 40 медь, у меня есть тут вопросы про анархиста, который 17 лет от роду, который взорвался в Архангельске, что я могу сказать, дурак. Смертью, господа, вы никогда ничего не накажете. Если вы думаете, что ваша собственная смерть кого-то вдохновит, кроме того, что повертит пальцем у виска, ровно те, кого хотите впечатлеть, вне зависимости от того, это вы вешаетесь из-за несчастной любви, из-за двоих в школе или из-за протестов на тему того, что, значит, вот кровавое ФСБ пытает, хотя оно действительно пытает и фабрикует дела, хотя оно действительно фабрикует дела. Кровавое ФСБ только потерет руки, что вы сами себя изъяли из генофонда. Еще раз повторяю, смертью вы никогда ничего не докажете. Доказать можно только жизнью, только состоятельностью жизни. Но я хочу поговорить немножко о других выборах. Я вообще, на самом деле, хотела все построить эту историю, сегодняшнюю передачу про американские выборы, про бразильские выборы, про то, как все накинулись на бразильского Трампа, новоизбранного там президента Болсонара, который, представьте себе, против глобального потепления и даже что-то хорошее говорил по поводу военной диктатуры, при которой в Бразилии рос ВВП. Но я сейчас все-таки поговорю, начну не с океанских новостей, Болсонара я, видимо, все-таки придется перенести на следующую неделю, хотя я очень хочу про него поговорить. А я хочу проговорить про решение канцлера Меркель, которая заявила, что она не будет переизбираться на пост главы своей партии. Соответственно, это произошло после катастрофических выборов в земле Гесса. И за две недели были до этого катастрофические выборы в Баварии, где баварская правящая ХСС это такой зеркальный двойник и вечный союзник ХДС в Буденстаге. Она показала худший результат с 1954 года и потеряла голоса, во-первых, в пользу зеленых, которые набрали 17%, ну и, конечно, в пользу альтернативы для Германии, которая набрала 10%, попала в баварский лантак. И в земле Гессен было то же самое. На них альтернатива для Германии получила уже 13% голосов, партия Меркель потеряла 11%. При этом Меркель сказала, что она собирается оставаться канцлером до 2021 года. Удастся ли ей усидеть в канцлерах, это большой вопрос. Но, во всяком случае, в истории Европы кончается целая эпоха, потому что Меркель сидела 13 лет, больше, чем кто-либо из современных ей западных лидеров. Вообще, такой стаж более характерен для диктатур. Его можно сравнить со стажем Путина. Это абсолютно не случайно, потому что Меркель, конечно, правила железной рукой. Она абсолютно беспощадно на взлете уничтожала противников собственной же партии, которые ей могли стать конкурентами. Я недавно ездила по Германии, и меня поразило, что несколько раз я слышала фразу «Если не Меркель, то кто?» Ну, то есть, для российского ухо это, знаете, так до боли знакомо. И, конечно, Меркель была готова на любые жертвы, чтобы сохранить власть. В 2011 году объявила она о закрытии германских АЭС только потому, чтобы удовлетворить партнеров по коалиции. Это не было ее программой. И, конечно, то есть, это был чудовищный случай, когда возможность сохранить власть для политика оказалась важнее, чем ядерное будущее Германии. Вместе с тем, Ангелой Меркель была один из немногих лидеров свободного мира, который реально противостоял Путину, причем из идеалистических побуждений, и вопреки немецкому бизнесу, который очень хорошо зарабатывает на России. Я как-то думаю, что без Европы, без Меркель Европа проглотила бы и Крым, и Донбасс, и Сирию. И в Германии почти открыто говорят, что альтернатива для Германии, которая очень неплохие деньги имела на этих выборах, которая печатала самые красивые буклеты из всех своих соперников, ну, я сильно подозреваю, что она получила эти деньги от тех же людей, которые вскрывали почту Демпартии. И, конечно, уход Меркель объясняется одним словом беженцы. И, надо сказать, что когда я ездила по Германии, меня этот феномен очень интересовал, и я поймала себя на том, что я все время колеблюсь между двумя крайне противоположными решениями. Потому что, с одной стороны, никак нельзя сказать, что вот ужас, вот караул, вот что происходит, потому что совершенно нормально продолжает существовать Германия, и в большинстве районов этих беженцев и не видно на улицах. А с другой, когда начинаешь разбираться, действительно, видишь, происходит какая-то кавка. И я как-то это так сформулировала для себя, что на самом деле главная проблема это, конечно, не беженцы, а это агентство, которое ими занимается. И немецкая бюрократия, то, что делает немецкая бюрократия, полезные идиоты из этих беженцев. Потому что никак нельзя сказать, что Германия не имела дела с мигрантами, она приняла, по-моему, около трех миллионов волгодойчей, немецких, советских немцев, которые, в общем-то, и язык утратили в основном, и еще при Сталине в Казахстан были выселены, и, конечно, это был такой закоренелый совок. Тогда же Германия открыла программу, согласно которой любой российский еврей мог без каких-либо проблем эмигрировать в Германию. Опять же, этим приглашением воспользовались сотни тысяч, если не миллионы. Вот когда я была в Дюссельдорфе, я увидела, что там прямо в центре города существует огромная японская община. Ну и как-то вот жители с восторгом рассказывали, вот какие крутые японцы, как вот у них клубы японской культуры есть, как немцы начинают вступать в самураи, ну, конечно, отдельные. Есть огромный наплыв польских и украинских мигрантов. Польских прежде всего, потому что это уже члены ЕС. Сейчас, видимо, будет еще больший наплыв. Сейчас пока нелегальные украинские мигранты, но скоро будут и легальные. И вот как-то альтернатива для Германии против поляков и украинцев не протестует. А вот то, что хлынуло в Германии в 2015 году после любезного приглашения фрау Меркель, конечно, вот все эти потоки мигрантов, которые приехали в основном работать, не напоминало. Это были такие преимущественно молодые люди. Дорогие мобильники у них часто были, высокие запросы. Многие из них заплатили за переселение тысячи евро, потому что те, кто реально бежал от войны, просто вышел из зоны боевых действий, не имея денег, там осел. И, конечно, их всех, вот как участников крестовых походов бедняков, влекло такое сказочное видение землеобетованной, где все дают и все работать не надо. Вот я помню, что лет 10 назад я разговаривала с каким-то чеченцем, который некоторое время жил в Германии на правах беженцев, почему-то он потом вернулся. И вот у него прямо звезды в глазах горели. Он говорил, слушай, ты не представляешь, как там хорошо. Ты заходишь в церковь, тебя там кормят бесплатно, тебе там одежду дают бесплатно, медицина бесплатно, за квартиру платят. И вот ехали эти люди, конечно, за земным раем, и большая их часть, конечно, была не сирийцей, поэтому у них права на статус беженца, собственно, не было, поэтому они рвали документы и назывались сирийцами. А это их сразу ставило в уязвимое положение, потому что вот то, что мне говорили, что уже здесь, в Германии, человек без документов встречаются единоверцы и говорят, ну, слушай, ты ходи в мечеть, а то мы тебя заложим иммиграционным властям, докажем, что ты не сирийц. И, конечно, это, видимо, один из главных механизмов исламизации, потому что вот один из преподавателей на курсах мигрантов мне с удивлением сказал, ты понимаешь, они приезжают нерелигиозные, а вот здесь ему говорят, или ты идешь в мечеть, или мы на тебя нанесем и тебя вышлют. И это мне как-то ужасно напомнило механизм образования талибов в Афганистане, потому что, я не знаю, знаете ли вы, но талибы, они принципиально отличались от традиционных вот те афганцы, которые еще в 80-х, в 70-х воевали против Советского Союза, это были другие афганцы, не талибы, это были, конечно, да, это были тоже мусульмане, но это были люди, которые выросли в деревне, которые имели свою историю, которые традиции, обряду, а вот талибы, они образовывались в лагерях беженцев, там ничего не было, выжженная земля, ни истории, ни обрядов, невозможности работать, просто подачки, быстро заводилась организация, которая контролирует раздачу этих подачек, которая раздает их только за тем, только тем, кто ходит в мечеть, а самое главное, человеку нужна какая-то принадлежность к коллективу, и вот этим молодым людям, которые выросли без скала, без двора, без памяти, мангуртом, им заводили в мечеть и говорили, вот это должно быть так, вот эти механизмы, которые использованы были исламистами в пакистанских лагерях беженцев в 90-х, сейчас действительно на полную силу работают в Германии, и, конечно, Германия была сильно разочарована, потому что, ну как, немцы радостно открыли беженцам двери, там в Венгрию посылали специальные поезда, чтобы доставить их на новую родину, ждали их фрау на перронах со специально приготовленным халяльным мясом, поезда вернулись разгромленными, халяльное мясо было съедено, но беженцы просто открыто на камеру журналистам выражали презрение, ну слушайте, что эта женщина тут делает без платка, без мужа, в городке Офенбург несчастные беженцы категорически отказались съесть еду, которую для них приготовили, а вместо этого потребовали деньгами, в Венгрии устроили бунт, когда их не пускали в Германию, швыряли на рельсы упаковки воды, которую им несли, все эти истории, конечно, сейчас в своих роликах с удовольствием собирают альтернативы для Германии, и, конечно, не все беженцы велись а так, и вот во всех германских городах, где я была, я обязательно просила, расскажите мне две истории про беженцев, с которыми вы столкнулись, одну самую хорошую, а другую самую плохую, и я заметила удивительную закономерность, что самые хорошие истории обычно были связаны с беженцами, которые человек знает сам, вот он сдает квартиру беженца, это замечательный человек, он сириец, он действительно пытается интегрироваться, вот он врач, и у него в клинике тоже работает сириец, уже сдал экзамены, а это не так просто, и работает, но плохих историй, к сожалению, было гораздо больше, чем хороших, и они были как раз связаны с теми людьми, которые ты лично не знаешь, очень много плохих историй рассказывали женщины, это не были страшные плохие истории, да, вот про изнасилование, про убийство, которое у нас у всех на слуху, ну просто идет женщина, к ней на улице пристает араб, она с ним разговаривает, она же немка, она хочет быть участливой к чужому горю, он просит и телефончик, она, естественно, ему отказывает, он бьет ее посреди улицы немецкого города по щеке, а другая женщина просто стоит и смотрит на беженцев, она ничего плохого не делает, она просто стоит и смотрит на нескольких мужчин, а восточного мужчине этот взгляд кажется таким вызывающим, что он откалывается от толпы, он проходит, он задевает ее мимо грудь локтем и больше она не осмеливается поднимать глаза на мигрантов, ей это, мягко говоря, неприятно, и начали происходить разные истории там смешные, когда улицы стали покрываться мусором, а в Германии это не принято, вот в Дюссельдорфе беженцы сожгли общежитие, причем заявили властям при этом, что у каждого под подушкой сгорели деньги, власти, конечно, присели, ну как же обижать несчастных беженцев, выплатили компенсации, жилье нашли, а очень многие, конечно, не хотят учиться, вот преподаватели на курсах мне открыто говорят, что, значит, разговоры такие, вы здесь пожили, мы теперь поживем, все равно Европа будет нашей, а да, вот люди заставляли, заставали ситуацию, когда два беженца переговариваются, у тебя сколько детей? Пять, молодец, тысяча евро, причем очень быстро были выучены слабые стороны хозяев, неверных, началась мастерская эксплуатация, вот опять же на других курсах мне преподавательница жаловалась, что человек учиться не хочет, но если ты пытаешься его заставить как-то учиться, то он тебе, естественно, пишет донос, что ты расистка, причем разочарованы были не только немцы, разочарованы были и беженцы, потому что германский рай вот при таком массовом наполове оказался вовсе не раем, кстати, Германия ведь не богатая страна, она страна бережливая, это не совсем одно и то же, минимальная зарплата немца полторы тысячи евро в месяц, средняя зарплата где-то две тысячи четыреста, живет немец обычно в скромной по американским меркам квартире, и такая четырех или пятиэтажка, она выстроена на месте уничтоженных ковром и бомбардировками германских городов, все так чистенько, пятиэтажка без лифта, потолки невысокие, покупку стиральной машины немец планирует за два года вперед, билет за поезд берет за месяц вперед, чтобы дешевле, вот те богатые пригороды, как обычно для среднего класса в Америке, в Германии редкость, в этом смысле бежниц получается сопоставимо с минимальной зарплатой, это 400 евро на человека, плюс 400-450 евро на съем квартиры, если он снимает квартиру, а же не живет в центре, плюс там 200 евро на детей, есть еще различные пособия, которые можно просить, и вот что самое поразительное, вот что исламизм с одной стороны, а немецкая бюрократия с другой, вот это и дает кавку, которая получается, вот реальная история, которую мне рассказывали, как два брата приезжают в Германию, один собирается интегрироваться, учит язык, ищет работу, и в результате он подвергается высылке, ему происходит извещение о депортации, потому что у него нет адвоката, ему в голову не пришло, как он же собирался интегрироваться, наоборот, другой брат реально грабитель, физический грабитель, он грабит банки, он доказывает, там открыто смеется, что эта страна будет мусульманской, и его оставляют, потому что, поскольку он хитрое существо, он взял себе адвоката, и адвокат доказывает миграционным властям, что если этого человека выслать в страну его обитание, то у него там будут нарушены права, потому что он в стране обитания тоже был грабителем, а сами знаете, какие там ужасные тюрьмы. То есть получается, что человек, если он совершил преступление, у него шансы остаться в Германии больше, чем если бы он не совершил. И это касается не только вот таких бытовых преступлений, потому что Германия с 2006 года не может депортировать одного из тех воронителей Бен Ладена. Вот ровно по той же причине. На его родине его права человека нарушат. Значит, человек этот живет на деньги немецких налогоплательщиков, плюс еще гигантские деньги тратит полиция на наблюдение за ним, потому что он потенциальный террорист, а вот сделать ничего нельзя. Вот совершенно реальная история, которую мне рассказывала женщина, которая совершенно не симпатизирует альтернативе для Германии и которая просто думала, что это утка, которая запущена альтернативой. Она бросилась ее проверять, оказалось, что правда. Я потом ее отыскала в интернете. Сирец приехал в Германию с четыре жены, 22 ребенка. У него вообще-то 23 ребенка, но один уже где-то женился. Значит, при этом одну жену он написал на себя, все остальные оформлены как матери-одиночки. Он не скрывает, он объясняет в газете Bild, что у него четыре жены, как предлагает доброму мусульманину, и что работать он не может, поскольку вот, значит, вот эти вот немецкие власти расселили его жен довольно дорого друг от друга, а он их всех должен посещать. Он проводит время в перемещениях между городами, где живут его супруги. И здесь мы, собственно, приходим к главной штуковине, к организации, которая занимается беженцами. Она называется БАФМ, как раз ведомство по делам беженцев-эмигрантов. До недавнего времени его возглавляла Ютта Корт, это как раз опора Меркель. И за время мигрантского кризиса у этого ведомства стало все хорошо. У него штат увеличился с трех тысяч до семи с лишним тысяч человек. Деньги сделались огромными. И вот если говорить просто, то главным бенефициаром всей этой истории является именно БАФМ. Потому что то, что оно делает, не влезает ни в какие ворота. Ну вот возьмем простой пример. Ну, если у вас едут к вам люди. Ну, просто мы едем на нормальные законопослушные люди с паспортом в Германию, в Великобританию, в Штаты. У нас берут отпечатки пальцев. Но у беженцев БАФМ не брала отпечатки пальцев до конца 16-го года, после того, как до того времени, как оказалось, что террорист Анис Амри, который въехал на грузовике в рождественскую ярмарку, он имел 14 разных удостоверений личности. Соответственно, он мог получать пособия в самых разных местах. Более того, он был уже осужден в Греции за грабежи, по-моему, в Греции или в Италии. И более того, у него и на родине это всё тоже было самое с грабежами. Он был как раз исламизирован в ходе своего переезда в Европу, потому что он пользовался теми сетями, которые организуют этот переезд. То же самое с детьми. Человек, которому на вид 30, говорит, я ребёнок, мне 16, мне полагается детское пособие. И возникает, что совершенно невозможно организации БАФМ это проверить. Вот эти получаются потрясающие вещи. Например, солдат Бундесвера, он был крайне правый, сложно сказать, что он хотел, но он просто зарегистрировался в 2015 году как беженец в Сирии. Он не знал ни слова по-арабски. Как вы понимаете, он вообще не очень был похож на беженца, но он исправно получал своё пособие. Была гениальная история с израильским журналистом. Его зовут Си и Ехишкели. Вы можете посмотреть его фильм в интернете. Он приезжает в Берлин с сирийским поддельным паспортом. Он думает, что его заметут. Первое, кого он встречает, он встречает немецкого бюрократа, который палестинец, социального работника, который объясняет ему, как нужно дальше обманывать вот этих германских неверных и говорит, с помощью Аллаха ты можешь начать здесь новую исламскую жизнь. А в районе Берлина, заселённом беженцами, Цвиль, который позиционировал себя как мусульманский журналист, потому что он хорошо знает арабский, начинает спрашивать, мусульманским законам или по шариату. Ему все говорят, конечно, по шариату и вообще где ты здесь вокруг видишь немцев. А действительно, вокруг ларьки, шаурма, мечети и грязь. И эти люди открыто говорят Цве о том, что они пришли сюда, чтобы захватить во имя Аллаха Европу. Ещё раз повторяю, это совершенно не значит, что они это сделают, а это просто значит, что они это говорят. И это значит, что вот эта организация, которая называется БАФМ, им не только в этом не мешает, а она невольно делает всё, чтобы поощрить эти тенденции, чтобы всё было как в пакистанских лагерях в Афганистане, потому что если назвать главного бенефициара от мигрантского кризиса, то, конечно, это БАФМ, потому что вся система помощи беженцам функционирует в Германии не за тем, чтобы оказать реальную помощь в интеграции, а за тем, чтобы увеличить полномочия и статус БАФМ. А в каком случае полномочия увеличивается, если беженцы не интегрируются. Поэтому, как не происходит интеграция? Единственный главный способ интеграции – это работа. До недавнего времени беженцы даже не могли работать. Сейчас им разрешено работать 60 дней в году. А если ты не снимаешь квартиру, то тебя помещают в лагерь, где ты можешь жить за колючей проволокой, например, как в лагере в Бамберге. Рассмотрение прошений тянется месяцами. Это просто концлагерь. Естественно, это благодатнейшая среда для исламистов. Еще один инструмент поразительной исламизации – это, конечно, сама политика по выдворению беженцев. Потому что за 2016-2017 год Германия отказала в праве политического убежища 400 тысячам человек, а депортировано из них меньше 50 тысяч. Все остальные подают апелляции. И до отказа беженец еще мог лелеять надежду на светскую жизнь. После отказа, конечно, единственный способ остаться в Германии – это как раз прибегнуть к хорошо организованной сети адвокатов и посредников. Меня поразило, что система заточена под то, чтобы оставались именно недобросовестные беженцы. Это выгодно немецкой бюрократии, потому что она получает возможность вечно о них заботиться. И исламистам, потому что они получают ценного кадра. Меня поразила одна деталь во всей этой системе, о которой я только расскажу, потому что одним из важных конкурентов БАФМ в деле помощи беженцам являлась церковь, потому что огромное количество разных церквей, лютеранских, католических, кормило беженцев. Следствием этого являлись обращения, как показные, так и искренние. И вот совершенно поразительная деталь. Почти все обратившиеся в христианство беженцы были высланы, несмотря на то, что им действительно у нас родине угрожает смерть. Один из моментов, как это происходило, очень просто, благодаря переводчикам, которых нанимало БАФМ. Потому что по случаю кризиса эти переводчики особой проверки не проходили, в результате они просто неправильно переводили человека, если он был христианин. Вот как просто это было. И еще раз повторяю. Всего лучшего. До встречи. Через неделю.